Небольшая минусовая температура пока сдерживает активное таяние снега. Но как только столбик термометра начнет уверенное движение вверх, сугробы превратятся в воду, которая будет стекать в водоемы. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили подготовку к весеннему половодию. Специалисты спецсантеха очистили от льда водосбросы городского ГТС и в ближайшие дни расчистят ГТС борового и протяжки. Пока уровень воды в водоемах не изменился. Глубина снега на 15 марта составляет от 58 до 63 сантиметров, что составляет 128 процентов от среднемноголетней нормы. Запас увеличился по сравнению с февралем. В феврале был 158 миллиметров влагозапас, а сейчас 232 миллиметра. То есть на один квадратный метр площади 232 литра воды содержится. Это составляет 206 процентов от среднемноголетней нормы. В администрации уже утвердили план мероприятия на период весеннего паводка и сделали расчет запасов материальных средств для предупреждения ликвидации ЧАЭС на гидротехнических сооружениях. Руководители предприятий должны согласовать планы своих действий в период паводка с управлением по делам ГОЭЧС. На заседании рассмотрели три варианта развития событий, если уровень воды поднимется на 1, 2 или 3 метра. Итак, при подъеме уровня воды на 1 метр, значит, жилье, улица Речная, дом 2, 4, 6, 8, улица Заводская, дом 3, 5, проспект Заводской, 1, 4, 6, 8, улица Южная, дом 1, 3, 5, ну и так далее. В общем, количество домов 19, значит, количество людей, которые могут попасть в зону затопления, до 50 человек. Кроме того, в зону затопления попадет низководный мост в районе пруда Борового и частично район Дюш-Юниор. Если вода поднимется на 2 метра, то затопит гораздо большие территории. И ситуация с половодием может повторить сценарий 20-летней давности. Тогда дождевые и талые воды размыли плотины на протяжке. В апреле 2001 года в город поступило около 500 тысяч кубометров воды. В управлении по делам ГОИЧС, значит, в моем кабинете на тот момент находилось до 50 сантиметров воды. Также на заседании комиссии заслушали руководителей городских предприятий о подготовке к половодию. О проделанной работе отчитались Горводоканал, Горавтотранс, Центр ЖКХ, ДЭП. На обслуживании у нас ливневых колодцев 1262 штуки. Очищены на данный момент 300 штук. То есть всего на сегодняшний момент четвертая часть, так? Да, четвертая часть. Мы этим занимаемся, работаем. На следующей неделе будут рассматривать вопрос о подготовке прудов и реки Сатиск к понижению уровня воды, чтобы водоемы при активном таянии снега не вышли из берегов. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.